Видео уроки фотошопа В них есть дефекты, но не хватает катастрофически времени, чтобы все проработать детально при помощи техники Додшинберн или же при помощи частотного разложения. Что можно придумать в этом случае? Вот как раз сегодня я бы и хотел вам показать процесс быстрой ретуши, который позволяет нам получить довольно хороший результат при колоссальной экономии времени. Сразу хочу вам сказать, что данный ретуши не подойдет для крупных портретных снимков. Его лучше всего использовать на вот таких вот фотографиях, где текстура кожи сильно не видна и где наша основная задача это быстро выровнять тон кожи и устранить основные дефекты. Ну что же, давайте приступим. Первое, что нам с вами необходимо сделать это почистить кожу от основных дефектов. От этого шага никуда не денешься и поэтому если у вас заметны какие-то крупные проблемные области на снимке, обязательно в первую очередь от них избавляемся и в дальнейшем уже продолжаем. С первого взгляда на мои фотографии таких дефектов я не вижу, поэтому данный шаг можно пропустить. Единственное, что можно подредактировать немножко платья, здесь есть кое-где катышки. Сделаем это очень быстро при помощи инструмента точечная восстанавливающая кисть. Создаем новый пустой слой и поставим галочку образец со всех слоев. В настройках данного инструмента поставим жесткость на 100%, размер уменьшим, чтобы нам было удобно работать и пройдемся по кадышкам на платье. Вот таким образом их убираем быстренько. Здесь и здесь. И также вот здесь еще есть несколько участков. Смотрим, все ли остальное у нас нормально. Да, все остальное выглядит неплохо. Можем переходить уже к следующему шагу. Итак, давайте создадим объединенную копию этих двух слоев. Нажимаем комбинацию Shift-Ctrl-Alt-E на клавиатуре. И продублируем данный слой. Нажимаем комбинацию Ctrl-J. Теперь нам с вами необходимо заняться быстрым разглаживанием кожи. Сейчас я вам покажу один очень интересный прием, который позволит это сделать. Для этого мы переходим в пункт фильтр, выбираем здесь шум, медиана. У нас открывается окошечко данного фильтра. И нам необходимо здесь подобрать радиус такой, чтобы кожа у нас максимально разгладилась. И пропали все заметные цветовые переходы. То есть, чтобы кожа у нас стала более-менее ровной. Так. Ну, давайте примерно поставим радиус 11 или 12 пикселей. Нажимаем здесь клавишу ОК. И кое-где у нас все равно остаются резкие переходы. Нам с вами необходимо их дополнительно размыть. Для этого будем использовать инструмент Лассо. Растушевку давайте для него поставим где-нибудь 10 пикселей. Нажимаем здесь ОК. И дополнительно проработаем те участки, где есть заметные цветовые переходы. В первую очередь давайте возьмем участок на щеке вот здесь. Переходим в фильтр размытия по Гауссу. Размываем данную область. Ну, примерно на 6 пикселей, чтобы у нас жженый блеск с кожи пропал. Нажимаем здесь клавишу ОК. Теперь же смываем лоб. Вот таким образом. Также идем в фильтр размытия по Гауссу. Ну, и также примерно с этим же радиусом его используем. Нижнюю часть щеки также размываем. Нажимаем ОК. Можно вот этот участок тоже чуть-чуть размыть, чтобы не было заметно таких жестких краев. ОК. Переходим теперь на шею. Здесь можно выделить участок побольше. Спускаемся теперь на руку. Выделяем здесь вот такой вот большой участок. Размываем его. Нажимаем ОК. И то же самое на другой руке. Нажимаем ОК. Так. И вот последняя область у нас будет здесь. Также ее немножечко размоем. Нажимаем ОК. И давайте посмотрим, что у нас сейчас должно получиться. Итак, вот до и вот после. Как видите, фотография пока что у нас потеряла все детали. Но ничего страшного, на следующем шаге мы их вернем. Давайте еще вот этот участок размоем. Про него я совсем забыл. Выделяем грудь. И так же дополнительно размываем. Примерно так. Нажимаем клавишу ОК. И теперь приступаем к следующему шагу. Идем в пункт изображения внешний канал. Здесь выставляем слой 2. То есть предыдущий слой, из которого мы делали дубликат. Режим наложения ставим Добавление. Масштаб 2 сдвиг 1. И поставим галочку напротив инверсии. Фотография должна стать вот такой вот серой. Нажимаем ОК. Режим наложения для этого слоя ставим линейный свет. Как видите, фотография у нас возвращается к исходному состоянию. И теперь будет самое интересное. Предварительно давайте этот слой преобразуем в смарт-объект. Щелкаем здесь правой клавишей. Выбираем преобразовать в смарт-объект. Делается это для того, чтобы мы могли быстро подредактировать эффект нужного нам фильтра в дальнейшем. И переходим теперь в пункт Фильтр. Выбираем здесь Размытие. Размытие по гауссу. И как видите, с радиусом 6,4 наша фотография возвращается к исходному состоянию. И теперь смотрите. Если мы будем перетаскивать ползунок радиуса влево, то, как видите, кожа у нас разглаживается. Смотрим, да, что изменяется. Подбираем здесь наиболее хороший радиус, при котором кожа будет смотреться оптимально хорошо, да. Пока что не смотрим, что у нас пропадают детали, замыливается вся фотография. В дальнейшем мы это также исправим. Сейчас нам важно посмотреть на кожу модели и выровнять ее. Ну, примерно 2 пикселя, я думаю, можно здесь оставить. Нажимаем клавишу ОК. Как видите, после применения фильтра у нас появилась строчка Размытие по гауссу. Если мы в дальнейшем захотим поменять радиус, то можем просто два раза сюда щелкнуть. И у нас опять открывается это окошко. Можем выставить здесь другой радиус, если он в первом случае нам не подошел. Теперь давайте восстановим все детали, которые у нас пропали. Для этого добавляем маску к этому слою и зальем ее черным цветом. Нажимаем Alt-Del на клавиатуре. Наша фотография возвращается к исходному состоянию. Увеличиваем немножечко изображение и берем в руки кисточку. Прозрачность давайте поставим 50% и цвет на палитре ставим белый. Начинаем открывать маску в тех участках, где у нас кожа. Вот таким вот образом проходимся. Будьте особенно аккуратны на различных контурах, чтобы фотография у вас не потеряла резкость. Только работайте по коже модели. Вот таким вот образом. Следим за результатом, как видите, что меняется. Переходим теперь ниже. Прорабатываем области здесь. Над губой. Старайтесь на губы также не залазить. Примерно так, до и после. Теперь прорабатываем лоб модели. И спускаемся ниже. Прорабатываем теперь шею. Здесь можно взять размер для кисточки побольше. И аккуратно здесь пройтись. Так же не забывайте, что не следует залазить на контуры. Аккуратно работаем вокруг них. Вот таким образом. Теперь переходим на плечо. Прорабатываем его. И другую руку. Точно так же. Отлично. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот до и вот после. Как видите, кожа стала гораздо более ровной. И следующим шагом нам следует немного восстановить светотеневой рисунок, который у нас кое-где потерялся. Мы сделаем с вами блики и тени поконтрастнее. При помощи так же очень простого и эффективного способа. Давайте создадим два корректирующих слоя кривые. Выгибаем его вот таким вот образом вниз. Данный корректирующий слой мы будем использовать для усиления теней. Выбираем маску данного слоя. Щелкаем по квадратику. И переходим в пункт изображения внешний канал. В данном окошечке выставляем слой объединенный. Канал RGB. Ставим галочку инверсия. Режим наложения поставим на обычный. И нажимаем здесь ОК. И как видите наша фотография приобрела вот такой вот вид. Если мы выключим маску. Щелкнем по ней по правой клавиши и выберем здесь выключить. Как видите, что у нас затеняется все изображение. Но если мы включаем маску, то видим, что блики у нас остаются незатронутыми. Усиление идет только теневых участков. Если кажется, что тени получились слишком сильные, можно понизить прозрачность этого слоя. Ну, примерно до 30%. До и после. Чтобы тени у нас смотрелись естественно. Следующим шагом делаем все то же самое, только будем выгибать кривую вверх. Также переходим в изображение внешний канал. Здесь все то же самое. Стоит слой объединенный. Единственное, что меняем, это выключаем здесь инверсию. Нажимаем ОК. И этот слой у нас уже будет работать только на блики. Видите, до и после. Также понижаем прозрачность слоя примерно до 30%. Эти два слоя можно спрятать в отдельную группу. Выбираем их оба, нажимаем комбинацию Ctrl-G. Ну и напоследок, давайте я вам покажу алгоритм красивого кремового тонирования снимка. Давайте начнем. Создаем корректирующий слой уровней. И добавим немножечко желтых оттенков на наш снимок. Для этого переходим в красный канал. И перетаскиваем здесь нижнюю шкалу. Примерно до значения 10 на выходе. 10 или 11, примерно так. Идем теперь в зеленый канал. В зеленом канале перетаскиваем полузнок белого влево. Примерно до значения 237 или 239. Вот так вот оставляем. Идем теперь в синий канал. И перетаскиваем белый полузнок до значения где-нибудь 200. Примерно так. Наша фотография приобретает вот такие вот золотистые оттенки. Закрываем данный корректирующий слой. И немножечко ослабляем прозрачность. Оставляем где-нибудь 50%. До и после. Чтобы эффект у нас был не такой заметный. Как видите до и после. Теперь создаем корректирующий слой цветовой баланс. Здесь сначала в средних тонах перетаскиваем верхний полузнок вправо до значения плюс 23 или 25. Вот так вот. И нижние полузнки перетаскиваем влево. Примерно до значения 10-15. Примерно так. Также переходим в тени. И в тенях также увеличиваем значение красного. Так. И вот так. Закрываем данный слой. И также чтобы эффект у нас был послабее уменьшаем прозрачность. Примерно до 25%. Видите до и после. Следующим шагом создаем корректирующий слой кривые. Поднимаем точку черного вверх. Примерно. До значения 40 или 42 на выходе. Вот примерно так. И ставим еще одну точку здесь. И примерно вот так вот выгибаем нашу кривую. Как видите у нас тени стали помягче на нашем снимке. Также нам необходимо понизить прозрачность этого слоя. Примерно до значения 80 или 90%. 80 я думаю вполне подойдет. Ну и последний корректирующий слой который мы с вами создаем это уровни. Немного осветлим наш снимок. В настройках инструмента ничего не меняем. Просто закрываем его. И режим наложения ставим на экран. Понижаем прозрачность. Примерно до 20% я думаю. Можно вот так оставить. И как видите наша фотография приобретает вот такие вот красивые тона. Давайте все слои которые у нас относятся к тонированию также объединим в отдельную группу. Выбираем их. Нажимаем Ctrl G. И посмотрим что изменилось. До и после. Как вы видите. Если эффект кажется нам чересчур сильным. То мы можем в любой момент понизить прозрачность этой группы. До нужной нам. Ну примерно 75% можно оставить. Так фотография будет смотреться помягче. Ну и теперь проведем финальный шаг. Это усиление резкости нашего снимка. Нажимаем комбинацию Shift Ctrl Alt E. Чтобы создать объединенную копию. И переходим в пункт фильтр усиления резкости. Выбираем здесь контурную резкость. Подбираем радиус. Чтобы наша фотография смотрелась оптимально. Ну примерно я думаю. FX Time 100. Радиус 1.2 пикселя. Нажимаем ОК. И вот наш финальный результат. Давайте я выключу все слои которые у нас относятся. К нашей фотографии кроме самого верхнего. И мы посмотрим что изменилось. Итак. Вот снимок который был в начале работы. И вот что у нас сейчас. Как видите кожа модели стала гораздо более ровной. И мы потратили совсем мало времени чтобы ее разгладить. Ну что ж. На этом я думаю наш видео урок можно завершить. Всем спасибо за внимание. И до новых встреч. Качайте бесплатный видеокурс Шикарная Ретушь за 5 простых шагов. Жмите на кнопку получить курс. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok